Житель Азовского района уже несколько лет пытается получить положенный ему по закону протез. В компании, которая их производит, пенсионеры заверили, он уже все получил несколько лет назад. Есть и акт приема с подписью. Вот только мужчина уверяет, в документе не расписывался. Почему полицейские спустя пять лет вновь будут разбираться в этом деле, расскажет Тахмина Теннесова. Здесь идет трубка, здесь шарнир подвижный, здесь шарнир. Трубка ломается пополам. Год она не выдерживает уже из водопроводной трубы. Обрежу, сам подделаю и выхожу. Этот протез необходимо обновлять каждые два года. Юрий Марченко использует его уже шесть лет. Заменить протез инвалиду должны были бесплатно в 2012 году в рамках социальной программы реабилитации за счет государства. Выдали направление в Омское протезное предприятие. Там его заявку приняли и попросили подождать. Когда он через несколько месяцев обратился в организацию снова, ему сказали, что протез он уже получил. И даже показали акт приема. Но, как уверяет инвалид, он никакие документы не подписывал. Не снимали, ни слепок не делали, ни мерку ничего не снимали. Как и могли здесь воздуху что-то сделать. Есть мой телефон, все дела. Если, значит, это дело, как говорится, честное и добросовестное, то подняли трубку. Получил, получил. Все мы оплачиваем. Протезное предприятие оказывает услуги по изготовлению технических средств реабилитации в рамках госконтракта. А значит, контролировать его выполнение должен заказчик. Вот только два ведомства, которые в разные годы за это отвечали, с себя ответственность снимают и ссылаются друг на друга. Фонд социального страхования на Министерство труда и социального развития региона. А оно, в свою очередь, отрицает, что у него есть полномочия контролировать предприятие, которое выполняет госконтракт за бюджетные деньги. Пенсионер обратился в полицию с просьбой возбудить уголовное дело по статьям «Мошенничество и подделка документов». Ему отказали из-за отсутствия состава преступления. При этом почерковеческую экспертизу никто не проводил. Почему? Для нас тоже это загадка. Идти самостоятельно в гражданско-правовых отношениях пенсионеру очень сложно. Во-первых, это юридические издержки. Во-вторых, это экспертиза, это стоит денег. Это 20, а то и 50 тысяч рублей, где пенсионер возьмет, имея пенсию 8,5, ну и инвалидность 2,5 тысячи рублей. Инвалид обратился в прокуратуру и началась серия переписок. Лишь 25 мая 2017 года, спустя 5 лет после инцидента, отказ в возбуждении уголовного дела признан незаконным, так как не выполнены все необходимые проверки. В том числе не проведена почерковеческая экспертиза. Материал возвращен полицейским для устранения нарушений. Вот только неизвестно, сколько людей с инвалидностью в Омской области, оказавшихся в аналогичной ситуации, решили просто промолчать. Тахминат Нысова, Дмитрий Головко, Новости здесь, Омск.